Парни, всем привет! Это канал ServiceMan. Сегодня у нас видео о программаторе RT809H. Приятного просмотра! Итак, программатор RT809H. Многие его знают. Вот так он выглядит. Сразу скажу, что приобретал я его под определенные цели. Мне нужен был программатор, который шьет NANDE SOP48 корпус. Ну и, соответственно, попутно флешки 25. Рассмотрим его программу на примере как раз считывания, сохранения дампов с микросхем SOP8. Это вот флешки 25 здесь. Некоторое количество я подготовил. И NANDE в корпусе SOP48 такого плана. То есть вот именно под них я и приобретал этот программатор. Поэтому сейчас мы запускаем программу и уже в ней посмотрим, как и что там делается. Программа у нас запущена. Вот таким образом она выглядит. Изначально при установке она на китайском языке. Дополнительно устанавливается русификатор, чтобы, соответственно, все было на русском языке. Сейчас в колодке у меня 25-я флешка Macronix с маркировкой 25L1606E. Мы нажимаем кнопку автопоиск, выбираем 25-я серия SPI Flash, 3,3 вольта и нажимаем ОК. Так, выбираем из списка нашу микросхему 1606E. Вот она. Нажимаем выбрать. После этого нам нужно обязательно считать с нее дамп и сохранить его. Программа автоматом предлагает это сделать. Так, работать стол, тест. Нажимаем сохранить. Все, дамп у нас с прошивкой сохранен. После этого мы можем ее очистить. Микросхема очищается какое-то время. Так, ну, чисто по ощущениям. На рабочем компьютере у меня это обычно быстрее происходит. Но, ладно, не суть. Так, очистили. И выбираем какой-либо другой дамп, чтобы записать на него. Но выберем тот же самый, который мы с него слили. Так, и нажимаем записать. Программа интуитивно понятна. Я думаю, кто в этой сфере работает, занимается, разберется без проблем. Видео в основном для новичков. Все, микросхема зашита. Можем ее использовать. Теперь, значит, вынимаю колодку. Ставлю колодку с NAND-ом SOP48. Это у нас HUNIX, по-моему, не знаю, отсюда не вижу. HY27US08. Это вот так, короче, дальше. Таким же образом нажимаем автопоиск. Автопоиск. Только здесь уже выбираем NAND-флэш 3.3 вольта. Нажимаем ОК. И происходит поиск. Так, вот он нас нашел. HUNIX предлагает два варианта. SOP48 у нас. Так, 1А. Вот, как раз первое. Нажимаем выбрать. Все, и таким же образом нажимаем читать. Предлагает сохранить дамп с нее. Соглашаемся. И идет сохранение. Какое-то время оно занимает. Пока ждем. Сразу скажу, что обязательно перед тем, как вы что-то будете с микросхемой памяти делать, обязательно сохраняйте с нее дамп. На, как говорится, на всякий случай. Потому что, для чего обычно мы прошиваем. То есть, слетела прошивка. В интернете нашли заведомо исправную. Якобы, как мы считаем. Сняли. Считали, прошили. И уже после этого проверяем. Все, дамп считался. Можем проверить микросхему на бетблоке. Нажимаем поиск бетблоков. Программа предупреждает, что она очистит NAND. Соглашаемся. Здесь дамп, ведь у нас уже с нее сохранен. Операция прошла успешно. Не обнаружил ни одного бетблока. Отлично. И также записываем. То есть, здесь уже нажимаем записать. И выбираем дамп, который хотим на нее залить. И пошло сохранение. Несколько этапов оно идет. Кстати, на днях он буквально спрашивал у меня человека ВКонтакте. Пропускает ли, можно ли записывать дампы с пропуском бетблоков. Да, можно. Сейчас, когда закончу, покажу. Вот, в параметрах выбираем прямое копирование. То есть, игнорирование бетблоков. И, собственно, без проблем записываем. На этом все. Все, что хотел сказать. Как записываются эти две микросхемы. Если было полезно или актуально для вас. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Не забываем про группу ВКонтакте. Мой инстаграм и наш закрытый чат ватсап. То есть, чтобы на него получить ссылку. Нужно в личные сообщения в группе ВКонтакте написать. Обозначить себя, что вы мастер. Не какой-то там спамщик или бот. И, собственно, я вас без проблем туда добавлю. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Парни, всем привет. Это Кей Диапазон. Парни, всем привет. Это Коралл, парни. Парни, всем привет. Это канал Сервисмен. Сегодня я расскажу. Жужу. Жужу расскажу.